Бобруйск, 16.00, улица Минская. Магистраль не только центральная, но и одна из самых аварийных в городе. Под угрозой находятся все участники движения. Даже самые маленькие. Они в центре внимания ГАИ. «Берегите детей». Под таким названием в стране проходит акция. Наряд начинает работу. Сотрудник останавливает машину. Внутри чёрного микроавтобуса – большая семья. Ребёнок пристёгнут. Но только вот кресла нет. Это нарушение. «Вынуждено было срочно поехать. Не успел сидение поставить. И пришлось детей забрать в таком. Без кресла, непристёгнутой». На первый раз предупреждение. От сотрудников – фликер. Работа продолжается. Тормозят «Жигули». На заднем сидении двое малышей. Один в кресле, другой в бустере. Комфортно и безопасно. «Почему важно, чтобы дети всегда были пристёгнуты и всегда были в кресле?» «Потому же это их безопасность и безопасность возне всего здоровья наших детей. Чтобы не волноваться, чтобы всё было хорошо». Чтобы не загреметь печальную статистику, родители – учите детей правилам безопасности. Личный пример – лучший метод. Спецслужбы вам в этом помогут. Где-то фликером или профилактикой. Главная задача ГАИ – предупредить, а не наказать. «А это передай, пожалуйста, братику. Пусть он тоже будет безопасен. Хорошо?» Соблюдение правил – не только безопасность, но и экономия ваших денег. Сумма первого штрафа – 116 рублей. А это средняя цена детского кресла. Бустеры вовсе в три раза дешевле. За повторный проступок ценник увеличивается до 232. «Согласно пункту 178 правил дорожного движения, дети должны перевозиться в детских удерживающих устройствах согласно весу и росту ребёнка. Дети до 5 лет должны перевозиться в детских автокреслах. Дети от 5 до 12 лет могут перевозиться в бустерах. Если же ребёнок ростом свыше 150 сантиметров, то допускается перевозить ребёнка без детского удерживающего устройства, но пристёгнутого». Акция «Берегите детей» завершается сегодня. Только за неделю нарушений – полсотни. Бдительность нужно ещё больше усиливать. Лето заканчивается. Скоро начнётся новый учебный год. Школьники выйдут на дороги. Поэтому безопасность превыше всего. Не только в машине, но и за её пределами. Не нарушайте, ведь дети берут пример со взрослых.